С начала летнего сезона лесничьими Подмосковья было спасено более 25 заблудившихся в лесу. 70% составляют пожилые люди. Также к категории риска относятся дети, подростки и дачники. Главная опасность, с которой сталкиваются заблудившийся человек, это страх. От него не спасаются даже самые стойкие люди. При этом выброс адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что человек начинает действовать абсолютно аллогично. Главное не паниковать, знать, что в любом случае все равно люди вокруг живут, Заблудиться может каждый, поэтому, отправляясь в лес, не забудьте взять спички, нож, еду, средства от насекомых и легкую яркую одежду. Если у вас есть мобильный телефон, позвоните в службу спасения и сообщите свои примерные ориентиры. Нужно хотя бы в общих чертах представлять местность, на которой человек собирает грибы или ягоды. То есть желательно, конечно, посмотреть на карту. Даже если человек не взял ее с собой, но все равно он будет представлять. Какие дороги, какие линии электропередач, какие заметные предметы могут вывести его в нужную точку из леса. Часто люди начинают паниковать из-за того, что ходят по кругу. Это явление называется фокусом правой ноги. Дело в том, что один шаг у людей всегда короче другого. И как бы человек ни старался идти прямо, его всегда будет заносить в сторону. Сориентироваться помогут деревья. У нас нет с собой компаса, но мы подошли к дереву, где у нас север, пожалуйста, мох растет точно только с одной стороны. Вот на следующем дереве, на следующем, на следующем все деревья покрыты мхом, только с одной стороны. В здешних лесах наибольшую опасность для человека представляют змеи и клещи. Последние являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Поэтому удалить насекомое нужно незамедлительно. Это можно сделать при помощи обычной нитки, обвязав ее между основанием его головки и извлечь медленными качательными движениями. Змеи также представляют значительную угрозу, особенно для людей с аллергической реакцией на их яд. Ни в коем случае нельзя перетягивать место укуса жгутом, веревкой, ремнем или чем-нибудь другим. Потому что яд наших змей, которые у нас здесь распространены, он влияет на состав крови. Начинается, в месте укуса начинается свертывание крови, загустение свертывания. То есть у человека и так огромный синяк появляется. Если еще и перетянуть в этом месте, нарушить кровообращение окончательно, то можно получить действительно серьезную травму, вплоть до ампутации конечности. Ни в коем случае нельзя прижигать, потому что нельзя разрезать рану, нельзя прижигать. Можно, можно яд отсасывать. Ну вот отсасывать, сразу всплевывать это дело. Если все же вам предстоит провести в лесу более суток, нужно четко понимать, чем можно питаться, а чем нет. Главное есть только то, что точно знаешь. В противном случае лучше не рисковать, питаясь грибами и ягодами. Употреблять пищу можно. Корни лопуха и подорожника, орехи, одуванчики. Корой деревьев также можно прокормиться. На березе, вот там где кора у березы отслаивается, есть так называемая беловатая, такая желтоватая-белая подкорка. Если есть возможность ее где-то размочить в воде, растолочь, размочить в воде, особенно если сварить в этой воде, то, в общем-то, по калорийности это блюдо ничуть не будет уступать манной каше, например. Ну, немножко по вкусу, конечно, отличаться будет, но, в общем-то, это вполне съедобно и, более того, удобно варимо даже. Соблюдайте общепринятые правила и рекомендации, и тогда походы в лес доставят вам только удовольствие.